Добрый день дорогие друзья! Большое вам спасибо за хорошие отзывы о нашем проекте. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями. События в Беларуси напоминают новости из дурдома, но в курсе быть надо. Сегодня в палате номер 6. Академики шагнули вперед и занялись коровами. Собака-умка ценнее, чем Шерстнев и Эйсман. Чудодейственная картина с ликом Луки. Назад в СССР. В пятницу Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс Устинский в Аршанском районе. Шесть лет назад отстающее хозяйство Устье было передано не кому-нибудь, а Национальной Академии Наук. И товарищи ученые принялись его устанавливать. А чем еще им заняться? Товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучились вы с иксами, запутались в нулях. Сидите, разлагаете молекулы на атомы, забыв, что разлагается картофель на полях. Об успехах Аршанского хозяйства рассказывал не кто-нибудь, а самый главный ученый, руководитель Академии Наук Владимир Гусаков. Там же Лукашенко провел дегустацию Устинской продукции. Сначала на подчиненных. Это ж надо так научиться льстить. Потом на собаке. Семенович, малышу. Собака у меня молоко. Не очень, а это пьет. Винноумка важнее и главнее чиновников. А после собаки и самому уже можно. А это Путину в подарок. Ведь придется ехать мириться, деньги клянчить. Угощу людей. Семенович, это людям. Это уже потом их у него вымаливают. Меня агитировать тут не надо. Я уже сагитирован, когда он деньги вымаливал на это. А вот это точно вопрос президентского масштаба. Но без проблем коровы захочут. Без проблем. Трудно представить себе руководителя любой соседней страны, который бы занимался вопросами дойки коров и подъема зяби. Жесть. А тем временем и другие хозяйства стараются не отставать. Но не всем дают деньги на новые комплексы. А показатели требуют. Вот и приходится приписывать. А потом за это и отвечать. В Витебской области прокуратура возбудила уголовное дело против главного зоотехника сельскохозяйственного предприятия Черневичи, который за два года приписал свыше 181 тысячи литров надоенного молока. Это ж получается 250 литров в день приписывал. Но как пояснили нам сведущие люди, это он еще мало приписал. На практике приписывают значительно больше. Может поэтому и стал жертвой борьбы с приписками. Мало приписал. Вот и попал под раздачу. Здесь как и на выборах. Больше голосов приписал, то и почет больше. Жесть! У Лукашенко во дворце независимости от разума появились новые реликвии. Посвящены они прошлогодним августовским событиям. В следующую экскурсию по дворцу здесь будет очередь из желающих сделать фото на память. Отметили лукашенковские пропагандисты. А потом, как отметил журналист Аркадий Бабченко, можно организовать паломничество к святым реликвиям. А что? Вылечивают от экстремизма, бесплодия, импотенции. Прививают патриотизм. Учат любить родину и батьку. А известную английскую детскую сказку, которую когда-то перевел Самуил Маршак, в детских садиках будет рассказывать по-новому. А вот картина, где два Лукашенко, Саша и Коля с автоматами Лукашенко, которые разогнали протестунов против Лукашенко, которая стоит возле автомата Лукашенко, и рядом с ней флаг Лукашенко, а перед флагом портрет Лукашенко, а перед портретом форма и символы ОМОНа Лукашенко, который защищал Лукашенко во дворце, который построил Лукашенко. Эту картину Лукашенко подарили на день рождения. Автор этого художественного произведения, как пишут лукашенковские медиа, дочка одного из сотрудников службы безопасности. На картине изображены то ли облака, то ли дым. Война все-таки с собственным народом. А что в облаках непонятно. Или это ослиная голова, или Карпенков в виде ангела. Сам же Карпенков заявил недавно, что его ведомство подобно ангелам. Мы люди, мы ангелы, те, которые на земле и с оружием в руках защищают и нашу родину, и простых людей. Но Заронок с ним совсем не согласен. Ни веры, ни чести, ни совести, ни бога, ни церкви, ни слез, ничего у вас нет. Есть только ваши бабки, тачки, трусы, жрачка, фуршеты, коктейли и сучки. Наконец-то на государственном телевидении стали все своими именами называть. Вот и ведущая правду сказала. В студии начальника дела Главного управления организованной преступности и коррупции МВД Вячеслав Михайлович Орловский. Доброе утро. Это называли оговоркой. А может, это и не оговорка вовсе. Может, она, например, с Лукашенко взяла. Пожалуйста, к генеральному прокурору он вам все расскажет и покажет. Он очень толковый человек, занимается геноцидом нашего народа. Хоть раз правду сказала. Хотя вот я контрабанде сигарет признался. Наварай, шапка горит. Вы сказали, что Литва тайна. Ничего не тайна. Как, электричество тайно не купишь? Можно сигареты завести тайно, продать там. Назад в СССР. Под таким названием проходит исторический марафон в Могилеве. Проводит его городское управление по образованию. Приурочен марафон к годовщине Октябрьского переворота, которое даже в России не празднуется. Но Лукашенко хочет быть святее Папы Римского. Вот подчиненные и стараются. О новой инициативе говорит начальник управления по образованию Карина Грибакова. Да, с 1 по 7 ноября в школах Могилевской области пройдет неделя назад в СССР. Благо, инфраструктура и нынешняя идеология позволяют нам погрузиться в Советский Союз без дополнительных усилий. Дети поживут при Сталине и попробуют найти на теле того и нынешнего режимов одно единственное отличие – родинку. Далее будет неделя 19 века, рабство и казнь. И так далее, пока оставшиеся дети не расселятся по племенам. А там, глядишь, и мамонты подтянутся. В общем, цель – дойти до темного прошлого и разжечь огонь. Ведь мы же места дойти за всеми в светлое будущее. И хватит ли там места? Да и сколько вложений нужно на него? А вот на прошлое – ноль. И как раз нулей-то у нас хватает. Грех ими не воспользоваться. А если в будущем построят машину времени и захотят к нам вернуться, то знайте – копья уже наточены. Действительно, копья уже наточены. Даже скульптуру в Калинкевичском районе поставили. Чем-то напоминала она Путина. Но интернафты статую подправили. Сейчас все как и должно быть. Ведь до Лукашенко у нас и истории не было. Усы – это стабильность. Об этом сказала военный журналист и писатель Анна Чишельташ. Я с детства видела папу с усами. Мне казалось, что все мужчины должны носить усы. То есть усы – это стабильность такая, да? Да, вот, стабильность 100%. Этот вопрос комментирует представитель генерального штаба генерал-майор Олег Белкин. Все правильно она сказала. Ведь в ненаписанной части Библии сказано, что сначала появились усы, потом к ним мужчина, а там и женщина с ребенком подошла. И как хорошо, что мы, мужики, оказались в этой цепочке вторыми. А иначе мир был бы другим. Поэтому мы должны гордиться правом носить усы. Вы думаете, я не понимаю, к чему ведет борьба женщин за равноправие? Конечно, чтобы отнять у мужиков монополию на усы. И что тогда у нас останется? Перегар? Конечно, горло водкой обливается, когда видишь, как молодежь сейчас носит усы. То на бороде, то на боках или на других местах. А кто-то наглую брови ими соединяет. Не тому сейчас учат в школах. Вот по моей статистике, только в каждой десятой семье есть усы. И каждый год мы теряем около 40 тысяч усов. Это как весь усатый щучин. Поэтому пора менять закон. Чтобы мужик должен был построить дом, посадить дерево и вырастить усы. В Витебске бобров обвинили в уничтожении деревьев, которые сажали чиновники и активисты БРСМ в День Народного Единства, 17 сентября. Бдительный житель Витебска сообщил, что деревья сломаны. Коммунальщики проверили и установили, ущерб причиняют бобры, которые живут в русле реки Витьбы. Витебский жиленстрой попросил какие-то компетентные организации отловить бобров и переместить на другую территорию обитания. Интересно, куда? В Евросоюз, в Россию или на Окрещен? Лидер Северной Кореи Ким Чим Ин в ходе своего выступления заявил о возможной нехватке продовольствия в стране. Он предупредил своих граждан о том, что им придется меньше есть до 2025 года, когда страна откроет границы с Китаем. Как когда-то крымчан предупреждал Дмитрия Медведева. Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держите здесь. Ким Чим Ин призвал партию и народ Северной Кореи быть готовыми к новому трудному походу. Этим термином в истории Северной Кореи называют период 90-х годов прошлого века, когда страна переживала тяжелый экономический кризис с массовым голодом. Что ж, можно ему только посочувствовать. Видно, совсем с голоду опух. Он также призвал корейцев употреблять мясо черных лебедей. Благо, в стране они водятся. Их даже на специальных фермах выращивать собираются. И даже начали. В корейских газетах пишут, что мясо черного лебедя содержит больше белка, чем любое другое. А также легче перевариваются и обладают противораковыми свойствами. Интересно, какое средство против рака действует лучше? Мясо черных лебедей или ковид? Есть повод двум диктаторам встретиться и обсудить. Жесть. Будем продолжать наблюдение. Субтитры создавал DimaTorzok